всем привет в этом видео я покажу вам как шить кармашки на кроватку для мелочей в виде лисички также для вашего удобства подготовила выкройку в формате pdf которую вы сможете распечатать на любом принтере склеить и отшить такие же кармашки рекомендации по материалам а также основные важные моменты я также оставила в описании к выкройке выкраиваем все детали и складываем детали мордочки так как показано на видео обрабатываем с помощью шва мелкий и частый зигзаг настройки смотрите у своей машинки у всех они индивидуальны аналогично с помощью зигзага сшиваем между собой детали ушек далее рисуем глазки и носик у лисички переводим сначала их с помощью карандаша в точности по выкройке а затем берем специальную краску по ткани которая предназначена именно не для батика а для ткани она не выстирывается и не сглаживается утюгом если вы не нашли такую краску или вам не хочется рисовать тогда можете просто вышить с помощью ниток мулине фирму своей краски я обязательно оставлю в описании к видео кому интересно можете посмотреть продаются они в любых художественных магазинах либо в отделах для творчества согласно инструкции обязательно после того как вы закончили рисовать мордочку вы ждите время для того чтобы краска высохла и отутюжьте так как указано на баночке для того чтобы все закрепить для того чтобы ушки держали форму складываем их лицевой стороной друг другу и прикалываем к синтепону плотностью 100 грамм и прошиваем на швейной машинке отступая от края 0508 миллиметра аналогично складывая лицевой стороной друг другу детали лапок прошиваем их по контуру снизу оставляем не зашитыми также отступая от края 0508 всего должно получиться 4 лапки срезаем с ушек излишки синтепона выворачиваем их и аналогично выворачиваем лапки отутюживаем все детали с помощью утюга с паром и 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 набиваем каждую лапку синтепухом или холофайбером старайтесь не засовывать наполнитель слишком плотно для того чтобы лапки не получились деревянными они должны быть мягкими но демоком держать форму. Откладываем подготовленные мелкие детали в сторону и начнем сшивать брюшко. Прикладываем его лицевыми сторонами друг к другу, так как показано на видео, сшиваем между собой и отутюживаем шов в разные стороны. Аналогично сшиваем карманы и отутюживаем. Лицевыми сторонами друг к другу скалываем мордочку и брюшко. Пришиваем на швейной машинке, не забываем, что отступаем от края 1 см. При сшивании крупных деталей и также отутюживаем. Основание карманов складываем с лицевой стороной самих карманов и также прошиваем на швейной машинке, отступая от края 1 см. И отутюживаем. Вот такие детальки у вас в итоге должны получиться. Теперь нам нужно продублировать все с помощью синтепона. Накладываем основную деталь на синтепон и выкраиваем по контуру, так как показано на видео. Продолжение следует... Скалываем карманы и брюшко между собой, так как показано на видео. Для того, чтобы разделить карманы на швейной машинке прокладываем строчку точно вместе стыков двух половинок карманов. При скалывании с правого и левого края, закладывая складку, не забываем отступить от края 1 см, для того, чтобы затем прошить карманы по контуру. В середине на месте стыков складок ничего отступать не нужно. Далее скалываем лапки с основанием, так как показано на видео. Скалываем их не под прямым углом, а где-то под углом в 45 градусов. Скалываем карманы і брюшко розкав kami сARY comum built up. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Убираем все иголочки, срезаем лишнюю ткань с уголочков и со швов срезаем лишний слой синтепона, для того чтобы при выворачивании у вас края у кармашков не были слишком толстыми. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...